В чем главная проблема зеленой элиты? В том, что, знаете, есть зверя, по-моему, игуана, вот она кусает свою жертву, и жертва через какое-то короткое время уже перестает, ну, впадает в такой какой-то анабиоз, какую-то непритомность, и уже не может нормально ходить, там, соображать и так далее. Ну, то есть, как бы ядовитый такой укус получается. Мне кажется, зеленая элита для всего украинского политикума это вот такая игуана. Почему? Потому что, смотрите, Тимошенко, да, она 20 лет, 25 лет, можно сказать, в политике, она там политик, грант, как бы, категории, она, ну, мы понимаем, да. Порошенко, Смешко появился как-то, ну, выстрелил, но красиво, да, появился, Гриценко, против которого выстрелил Смешко, Лешко тот же, ну, Тягныбок, они все делали свои карьеры лет по 20, они все досвечены, разумны, со своими какими-то структурами, своими там, какими-то, ну, этими ресурсами человеческими. И Деваны все теперь. Они все, как бы, вот знаете, эта зеленая элита, она Украину не то чтобы ломает или расчленяет, она ее как бы растворяет. Вот как, знаете, кислота вот растворяет вот что-то, вот примерно так же. То есть вот эти все люди, которые считают себя главными политиками Украины, они, ну, вот как бы что-то делают, но все оно как-то совсем никому не актуально. Вот Тимошенко сломала микрофон. Тимошенко говорит, умные, иногда мудрые, концептуальные, адекватные, стратегически осмысленные, ну, не всегда, но, как правило, вещи. Она много читает, она умный человек. И Девуну. Вот как бы это все ни о чем. Вот в том-то и ужас. И не только она, все остальные тем более. Да, Порошенко. И вот он что-то заявляет, и где оно все. А почему? А вот потому, что это очень странная ситуация, когда вот эта зеленая элита, она не то, чтобы вот ворвалась и там опрокидывающие выборы, вот они там заняли лидирующее положение, они изменили химический состав вот этого всего политического болота. И в этой ситуации, ну, и озеро, если болото, это неприятно, да. Вот именно химический состав. И в этой ситуации все остальные стали восприниматься в каком-то совершенно новом ракурсе. В литературоведении это называется остранение. Виктор Шкловский придумал такую ситуацию. Ты смотришь на, казалось бы, знакомые вещи, а видишь совсем другое. Да, вот какое-то в другом свете, в другом вообще. И вот эти люди все в целом, они вот такую сыграли. При том, что я понимаю, что там не все свадебные фотографы. Там есть нормальные, там есть очень вменяемые люди. Там есть какие-то, на которых я лично возлагал надежды как на профессиональных каких-то трендмейкеров. Но все оно, опять-таки, тоже, ну, как бы ни о чем, да. То есть вот эта ситуация в украинской истории в очередной раз за последние несколько лет повторяется. Это ситуация, когда украинское общество, Украина как страна, существует без Украины как государства. То есть государство минимально суживает свои рамки присутствия до каких-то минимальнейших сфер, до формальных в виде того, что, ну, даже, видите, оказывается, в Украине теперь и права не надо с собой носить просто виртуально, да, даже во смартфоне. То есть суживает все до каких-то формальных введений реестров, ну, и каких-то вот таких вещей, а все остальное существует само по себе. Оно существует все хуже и хуже. Оно подвержено огромным угрозам, которые несет за собой та земельная политика, которую вот эти зеленые несут. Тут мне один человек, мы сегодня разговаривали, он говорит, это же как, это все, эта зеленая власть, это все как саранча. А я вспомнил, помните у Пушкина, как это было, когда его послали в Новороссийский край в качестве чиновника, что саранча прилетела, посидела, все съела и снова улетела. Какие цитаты Пушкина, вы знаете, это же не догадывалось, что он может быть автором таких цитат. Мне почему-то кажется, что это вот, наверное, в каком-то смысле цитата для Украины оказалось пророческой, особенно если земельная реформа будет реализована, то такое.